Здарова! Я ввожу новый формат лекции. И это не будет скучно. Я подготовил для тебя полноценный гайд по кривым. Их все хвалят. И одновременно боятся. Стараются обходить стороной. Используют инструменты-заменители. А вы в курсе, что по кривым работают большинство ползунков в программах обработчиках? Например, экспозиция, яркость, контрастность, точки черного, точки белого, температура и оттенок, уровни и даже цветовой баланс зависят от кривых. В общем, кривые есть везде. И нужно знать их не потому, что так надо, а потому, что это реально удобно. Большую часть обработки своих кадров я делаю именно за счет кривых и их производных. Давайте разбираться. Мы работаем с растровой графикой, состоящей из пикселей минимальных элементов, кирпичиков, из которых строится фотография. К примеру, с камеры Sony A7R III я получаю изображение в 42 мегапикселя, то есть в 42 миллиона маленьких квадратиков. Ну, если быть точнее, в 42 миллиона 177 408 пикселя. И каждый из этих квадратиков имеет свой цвет, описать который мы можем тремя параметрами. В нашем случае это каналы аддитивного цветового пространства RGB, на котором работают матрицы наших камер, мониторов, экран телефонов, кинопроекторы и многое-многое другое. Грубо говоря, любой пиксель мы можем определить в RGB-схеме как совокупность трех параметров. Белый, самый яркий пиксель будет соответствовать значению 255, 255, 255. А черный 0, 0, 0. Серый, как нетрудно догадаться, ровно половине. 128, 128, 128. А цвет кожи, вот на этой фотографии, будет равен в этой точке 114, 95, 88. Не пугайтесь, это нам все понадобится для дальнейшего понимания кривых. Итак, кривые — это инструмент, который определенным образом меняет пиксели на нашей фотографии. А точнее, три канала RGB цветового пространства, из которых и состоят наши пиксели. Когда мы увеличиваем значения в каждом из каналов, картинка становится ярче. Если мы эти значения начинаем понижать, картинка, соответственно, затемняется. А за счет изогнутой кривой мы можем пластично воздействовать на все изображение, локально изменять цвета и тени, независимо друг от друга. В нашем арсенале есть возможность работать с двумя типами кривых. Яркостная кривая реализует светокоррекцию. Она воздействует в пиксели на три канала одновременно. Можно сказать, что она влияет только на яркость. Поканальная кривая — цветокоррекция. Здесь происходит работа с каналами по отдельности. За счет этой кривой вы можете реализовать тонировку, чистку цвета, цветовой баланс и поканальный контраст. Сегодняшнее занятие мы посвятим первому виду кривой. И так как она воздействует равномерно на три канала, мы можем абстрагироваться от сложных RGB обозначений пикселя. Мы будем наблюдать только за его яркостью, которая меняется также от 0 до 255. Если белый пиксель соответствовал в RGB схеме 255, 255, 255, 255, то его яркостное представление будет равно 255. У нейтрально-серого пикселя яркость будет равна 128, а у черного — 0. А наш пиксель кожи будет равен среднеарифметическому трех каналов, значению 99. Поехали в Photoshop, давайте откроем любую фотографию и сразу к слой бэкграунд применим инструмент кривые. Это можно сделать через Image Adjustment Curve, либо сочетанием клавиш Command-M. Опытные дядьки, как правило, создают корректирующий слой через панель слоев, но для разбора этого инструмента мы воспользуемся прямым методом. Здесь мы видим график, декартовую систему координат с диагональной линией нашей, пока что еще прямой кривой. По оси абсцисс располагаются оригинальные значения пикселей, назовем их входящими, которые располагаются от 0 до 255. По оси ординат — выходящие значения, то есть те значения, которые примут пиксели после корректирования кривой, также от 0 до 255. Для лучшего понимания давайте смоделируем логику работы этого инструмента. Берем изначальный пиксель с яркостью, к примеру, 128. Нам нужно простроить проекцию с входящей оси на кривую, и как только мы касаемся кривой, движемся сразу влево. И получаем выходящее значение. По умолчанию они будут равны. Пиксель, имеющий значение яркости 128, будет равен значению 128 и на выходе. Я думаю, все обратили внимание на то, что на входящей оси мы видим гистограмму изображения. Это подсказка, дающая нам информацию о том, какой яркости мы имеем пиксели в кадре. Кривая сканирует всю гистограмму, все яркости от 0 до 255, и простраивает для них проекции. Если мы вынесем курсор за пределы инструмента, мы увидим пипятку. А зажав левую кнопку мыши и перемещаясь по изображению, мы будем видеть на кривой метку, сообщающую нам яркость каждого пикселя. Чтобы метка более плавно двигалась, я возьму больший размер образца сверху, sample size, к примеру, в 11 пикселей. Переместив мышку на темные объекты, мы видим соответствующие им значения в левой части, наши гистограммы. А переместив мышку на светлый участок, метка убегает направо. Вне зависимости от того, куда вы направите мышь, по умолчанию входящие значения будут соответствовать значениям выходящим. Отсюда можно сделать вывод, что кривая, расположенная под 45 градусов, никак не меняет наше изображение. Теперь давайте изменим нашу кривую. Для этого просто потянем ее наверх. Как видите, наша фотография начинает становиться ярче, а на кривой появляется дополнительная ключевая точка. Посмотрим на значение. На входе она принимает 128, а на выходе 192. Это значит, что любой пиксель, а их, кстати, может быть очень много, имевший яркость 128, осветляется до значения 192. Благодаря мягкой изогнутой кривой также меняются и соседние пиксели, но уже намного меньше. Сила изменения яркости будет соответствовать максимальному отклонению рассматриваемой точки от диагональной прямой по умолчанию. Точка черного и точка белого никак не поменялась, осталась на том же самом месте, а рядом с ними расположенные пиксели трансформировались минимально. Если мы схватим точку и отпустим ее ниже нейтрального уровня, картинка станет темней. Давайте посмотрим, что произойдет с нашими пикселями, имеющими значение 128. Строим проекцию на кривую и на ось выходящих значений. Они трансформируются в значение 76. А что произошло с точкой черного? Она осталась неизменной, так же как и точка белого. Итак, что же дает нам кривая? Да как минимум воздействовать на яркость изображения, а добавляя дополнительные точки на кривую, мы можем более локально воздействовать на различные светотеневые рисунки. Общий принцип работы кривых, я надеюсь, вам понятен, поэтому переходим к прикладам использования кривых. Изначально в нашей кривой имеется только две точки, точка черного и точка белого. Но используя даже такую прямую кривую, мы можем выгодить пользу. Изучение начнем с такого вида и постепенно будем добавлять новые точки, которые будут усложнять нашу кривую. В данном виде кривой все изменения яркости будут происходить строго линейно на всех диапазонах. Изменяя положение точек черного и белого, мы будем изменять общую яркость кадра. И здесь уместно две коррекции. Первое – движение точки черного вправо. Тут мы будем отсекать область теней, делая фотографию более темной, преимущественно в тенях. Света, конечно, тоже будут меняться, но не так сильно. Данным методом можно пользоваться, если вы видите много бледных теней, а вам хочется фото с более глубокими тенями. Просто смещаем точку черного вправо, но будьте аккуратны, нужно контролировать эту правку, дабы не потерять важные детали. Двигая точку черного, зажмите Alt. Ваш экран станет белым, и на нем будут проявляться цвета. Что они означают, нам пока знать рано. Нам важен черный маркер. Он говорит о том, что в этой области мы полностью потеряли информацию. Если мы теряем детали в глубоких тенях, где не на что смотреть, к примеру, в тени под курткой, это не страшно. Другое дело потерять детали на волосах. Вот здесь уже беда. Вместо прически мы получим просто черное равномерное бесконтрастное пятно. Хорошо бы этого избежать. Аналогично с точкой белого. Если у вас в кадре света недостаточно яркие, как хотелось бы, и вы видите прямо на гистограмме такой зазор между границей и пикселями, то можно двигать точку белого влево. Также используйте Alt для контроля потери деталей. К примеру, на этой фотографии я буду двигать точку белого влево до получения на небе белого маркера пересвета. Вуаля! Сведение точки белого и черного за счет кривых дает нам весьма недурный результат. Давайте посмотрим до-после. Картинка стала ярче, чище по цветам, контрастнее. Мы стали более рационально заполнять динамический диапазон кадра. И после применения инструмента кривые, физический слой трансформируется, пересчитывает все пиксели. Если мы заново вызовем кривые, то уже увидим новую исправленную гистограмму. Играя даже с такой прямой кривой, можно наткнуться на очень забавный факт, который мало кто использует. А зря. Давайте покажу. Если мы возьмем точки черного и белого и сравняем их выходящие значения, просто подняв точку черного и опустив точку белого до значения 128, ровно половина нашего диапазона, то наша картинка станет серой. Все пиксели на изображении, если простраивать проекции с входа через кривую на выход, будут иметь значение 128. И мы не будем видеть на ней деталей. Отсюда можно сделать вывод. Горизонтальная кривая дает нулевой контраст. Если мы продолжим движение точки черного вверх, а точки белого вниз, мы увидим, что наша фотография инвертируется. На входе точка черного была черной с яркостью 0, а на выходе она приобрела значение 255. То есть все тени стали светлыми. Аналогично с точкой белого и светами. Окей, теперь давайте все сделаем наоборот. Мы будем сводить точки черного и белого друг к другу, делая кривую более вертикальной. Что происходит? Картинка становится более контрастной. Давайте попробуем описать происходящее более локально. В данном случае мы не можем выкинуть из рассмотрения области, которые вышли за пределы точки черного и белого, так как они являются изначальными яркостями в кадре, а инструмент коривые их просто как-то модифицирует. Давайте разделим нашу гистограмму изначальной яркости на три кластера. Черные, то что слева от точки черного, нейтрали, то что между точками черного и белого, и белые, соответственно, что правее точки белого. Рассмотрим черные области. Видно, что пиксели, которые имели яркость от нуля до точки черного, стали абсолютно черными с яркостью 0. Они не имеют контраста, они также не имеют детали. И здесь наша кривая имеет вид строго к горизонтальной прямой. Аналогичная ситуация происходит с белыми. От точки белого до правой границы гистограммы все пиксели стали абсолютно белыми, с яркостью на выходе 255. И также там нет контраста из-за горизонтального вида кривой. А значит нет деталей, значит нет абсолютно ничего. Если я кликну мышкой по небу на фотографии, я увижу метку, где пиксели неба расположены на гистограмме. Они попадают в наш диапазон белых, потерянных деталей. И мы видим на фото просто белое пятно. Третий участок нейтрали. То, что мы имеем между точкой черного и белого. Это та область яркостей на гистограмме, которая будет иметь вариативность на выходе. Но так как изначально область очень маленькая, а на выходе она становится гигантской, изображение становится дико контрастным. Отсюда можно сделать еще один вывод. Более вертикальная кривая дает нам более высокий контраст. Итак, давайте воспользуемся этим методом еще на одном примере. Я сведу точку черного и белого. Делать, конечно, это буду аккуратно, зажатым альтом, ориентируясь по проявляющимся маркерам. Точку черного сформирую в фоне. Там нет никаких важных деталей. А вот на одежде модели я бы не хотел потерять детали. Поэтому исключу черный маркер на ней. С точкой белого чуть сложнее. Так как самым ярким участком является лицо, я не смогу получить белый маркер, иначе у меня будет деформироваться цвет на лице. Остановлюсь при проявлении маркера красного канала. Теперь наша кривая приобрела более вертикальную форму, следовательно, контраст повысился. Также обратите внимание, насколько более насыщенными и выразительными стали цвета. Рассмотрим еще один пример. Я создам корректирующий слой кривые, и с зажатым альтом буду сводить точку черного и точку белого. Начну с точки черного. Зажимаю альт и двигаю ее вправо. Здесь я получаю черный маркер на фонарном столбу и на мотоцикле. Там детали не настолько важны, поэтому я их могу позволить себе потерять. Остановлюсь где-то на двух процентах. Теперь двигаю с зажатым альтом точку белого. Здесь двигать я уже могу намного больше. Мне не страшно потерять детали в небе. Моя главная задача не потерять детали на лице модели. Давайте я увеличу лицо. Опять же с зажатым альтом продолжу двигать. Здесь я остановлюсь при проявлении пересвета в красном канале. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Даже за счет движения двух точек мы получили достаточно хороший результат, который повысил экспозицию и почистил цвета. Кстати говоря, это действие мы можем выполнять по умолчанию, тем самым проверять себя. Ведь наше восприятие привыкает к наблюдаемым яркостям и провалы мы можем просто не заметить. Третий тип кривой трехточечная, изогнутая. Ее мы можем получить просто добавив ключевую точку посередине. Кстати, удалить точку с кривой можно просто перетащив ее за рамки графика. При перемещении этой точки по графику деформация, свет потеряет свою линейность и приобретет более мягкий характер. Давайте посмотрим, как мы можем этим воспользоваться. На самом деле изменения намного более богаты и интересны. Давайте поставим нейтральную точку и попробуем ее опустить вниз. Фотография стала темнее, но также мы можем обратить внимание на то, что визуально светлые области стали более заметными, более визуально значимыми. Но почему? Ответ на самом деле я давал уже чуть раньше. Можешь, кстати, поставить это видео на паузу и изучить положение данной кривой. Попробуйте проанализировать ее вид, какую форму она принимает и как эта форма, направленность, кривой, изменяется на разных участках светлот. Задав изогнутый вид кривой, мы всегда будем воздействовать на контрастность некоторых различных яркостных зон. Их можно определить, найдя на кривой нейтральную по наклону точку. Касательная кривой в этой точке имеет угол наклона в 45 градусов, а значит в этой яркости наша фотография имеет родной контраст. Это, конечно, не изменяет того факта, что пиксели стали немного темнее, но контрастность, именно разность, отличие между рядом лежащими пикселями, осталась неизменной. Все, что расположено левее от нейтральной точки, имеет пониженный контраст. Посмотрите на характер кривой, она весьма пологая. А все, что правее, имеет повышенный контраст. Это следует из вертикальности правого участка кривой. Таким образом, понижение нейтральной точки перераспределяет внимание нашего зрителя на различные свет-теневые зоны. Тени становятся менее контрастными, соответственно, менее привлекательными, а света становятся более контрастными, и все внимание зрителя падает уже туда. А там, как правило, и расположены лица наших моделей. На деле мы получаем усиленный объем с акцентом на портретируемого. Удобство работы кривых в их легкой комбинации. Мы можем с легкостью создать новый вид кривой, используя предыдущие методы. Давайте рассмотрим комбинированную трехточечную кривую, в которой центральную точку мы будем опускать и поднимать, тем самым изменяя экспозицию, а точку черного и белого сдвигать влево и вправо, тем самым формируя новые границы нашего динамического диапазона. Комбинация этих операций позволяет уже быть полностью самодостаточным методом светокоррекции. Изменение нейтральной точки перераспределяет контрасты на света, а сближение точек черного и белого чистит свет и рационально заполняет динамический диапазон кадра светлотами. Моя настоятельная рекомендация. Трехточечная кривая — это идеальный инструмент для необходимой и достаточной света коррекции. Не нужно городить массивы из корректирующих слоев, не нужно натыкивать по 10 точек на кривой, иначе вы рискуете получить разрывистый характер цвет теневого рисунка. Окей, давайте посмотрим еще один пример. Я также создам корректирующий слой кривые. Для начала я сведу точку черного и точку белого. Уже одно это действие позволяет получить более правильный динамический диапазон. Также я подвину нейтральную точку, капельку ее опущу, чтобы сделать картиночку более контрастной. Трехточечная кривая в силу своей мягкости сохраняет необходимый реализм в объемной составляющей, так как она в первую очередь работает с тональностью кадра. А это структура изображения, которая невероятно важна. И вот вам доказательства. Я уверен, вы с легкостью сможете сказать, что изображено на фото, если покажу вам снимки с наличием монохромной составляющей. Здесь вы видите только свет теневой рисунок. Но вот сможете ли вы мне с такой же легкостью сказать, что изображено на этих кадрах, состоящих только из цвета, без игры контрастов, без вариативности светлот? Я так не думаю. Наш цветной кадр состоит из двух этих составляющих. И цвет в данном случае является всего лишь дополнением. Мы его всегда можем значительно деформировать абсолютно нелинейными преобразованиями. Использовать кривые, поканальные, с множеством дополнительных точек, перекрашивать объекты без потери реализма. Но сама структура кадра, тональный контраст, должен быть модифицирован мягко. И трехточечная кривая позволяет это сделать просто идеально. Следующий класс кривой — S-образная кривая. Ее вы все прекрасно знаете. Это та кривая, которая увеличивает контраст. Ее, как правило, все используют в лоб. Подняв точку в светах и затемнив точку в тенях, мы делаем света светлее, а тени темней. При симметричной раздвижке этих точек мы смоделируем работу ползунка «Контраст». Отличие кривой лишь в том, что мы можем более мягко кастомизировать правки, усилить деформацию в тенях, а света оставить оригинальными. Мы уже знаем, что контраст меняется при любом отклонении кривой. И если рассмотреть классическую S-образную кривую, мы увидим, что у нас появились уже три зоны изменения контраста. Максимальное повышение контраста будет накладываться на центральные светлоты. В ту очередь, как тени и света, близкие к точке черного и белого, будут нести потерю контраста. Это стоит учитывать при работе с S-образной кривой. Мы всегда должны понимать, какие области нам надо сделать более контрастными, а какие нет. Если, к примеру, лицо модели находится в диапазоне светлот, близких к точке белого, классическая S-образная кривая только испортит кадр, так как не добавит контраста на эту область, а нам нужно намеренно воссоздать наклон кривой более вертикальный в области светлот лица модели, тогда мы добьемся лучшего результата. На практике это можно реализовать так. Я замерю яркость лица и поставлю соответствующую точку на кривой. В ней я и должен получить хороший контраст. Кривая тут должна быть более вертикальной. Это я реализую двумя дополнительными точками. В светах повышу яркость, а все, что темнее лица, затемню. Благодаря выбору нейтрали мы смогли более правильно перераспределить контрасты изображения. И изначально пересвеченная фотография теперь имеет идеальную яркость. Поначалу я могу порекомендовать вам замерять яркости особо важных зон и устанавливать соответствующие ключевые точки на кривой. Рассмотрим еще один вариант элементарного повышения контраста. Я открою инструмент кривые и с помощью пипетки замерю яркости в светлых участках лица и в темных. Также я поставлю ключевые точки. Для этого я зажму control и кликну на светлую часть лица и на темную. Теперь света я буду повышать, а тени понижать. Самое главное здесь не переусердствовать и делать все в меру. Как видите, уже небольшое движение точек света и теней позволяет получить достаточно приемлемый контраст. Ну и конечно же вам никто не мешает комбинировать все эти методики. Давайте рассмотрим такой пример кривой. Мы создадим S-образную изогнутость и также немного поднимем точку черного. Таким образом мы добавили контраст в нейтрале, а тени, как вы видите, полностью от него избавились. Детали в тенях исчезли. Мы получили весьма светлую область теней, что немного напоминает пленочную стилизацию фотографии. Эффект работает на практически любой картинке, исключительно за счет перераспределения визуальных акцентов на модель. Создание дополнительных точек, S-образность, движение точки черного и белого элементарно комбинируется. Включаем фантазию, экспериментируем. Я лишь призываю вас к пониманию того, что вы делаете. Хороший анализ изначального изображения позволит вам в одну кривую достичь классного результата. Конечно же на этом работа с кривыми не заканчивается. Остается такая щекотливая тема, как RGB-кривый, поканальный контраст, тонировки. Но это видео я подготовил для своего закрытого коммунити, в которое ты можешь вступить. Ссылка в описании, я буду рад. А пару дней назад в своем инстаграме я устроил опрос на тему следующих видеоуроков. И на данный момент лидируют уроки по работе с моделью и работе со студийным светом. И это будут первые темы, которые я разберу сразу же после карантина. Формат лекций получился весьма емким. И если тебе это понравилось, обязательно поставь лайк, подпишись на канал, поставь колокольчик. И до встречи в новых видеоуроках.